Продолжение следует... Меня несколько смущает во многом, хотя бы и потому, что я не математик, и вдруг, так сказать, искнула написать и заняться вот таким сюжетом. Предлагаемый доклад в определенной степени, конечно же, и тут прав Симон Семенович, день памяти выдающегося историка, в том числе и историка науки Александра Сергеевича Лапа-Данилевского. Вот в этом году мы отмечаем 160-летие со дня его рождения. В этой семье, в семье Александра Сергеевича, родился герой моего доклада, Иван Александрович Лапа-Данилевский, математик с мировым именем. Его выдающимися достижениями было решение уравнения Риммана Понкаре и разработка теории дифференциальных уравнений. Эти труды вписали его в пространство интеллектуального внимания научного сообщества. Назову еще один мотив обращения к обозначенной теме. Он связан с нарастающим интересом современной науки к такому феномену, как профессорская семья. Ну, в общем-то, с одной стороны, банально. Трудно найти в истории науки в рамках биографического жанра текст, в котором бы не анализировалось семейное влияние на личность будущего ученого. Но, как на первый взгляд, не парадоксально, феномен профессорской семьи и ее место, и роль в коммуникативном поле науки только в последние десятилетия начинает осмысливаться в качестве самостоятельной научной проблемы. И тем самым, на мой взгляд, провоцируется интерес к рецепционной природе профессорской культуры и закреплении ее ценностей не только в межпоколенческом пространстве семьи, но и вообще, сказать, в культурном поле того или иного государства, социума и так далее. В новейших исследованиях мы видим, что семейный контекст из периферийного, рамочного перемещается в ядро историко-научного нарратива, высвечивая проблему коммуникации и мест накопления культурного капитала, проблему роли и места неформальных сообществ в истории науки. Итак, я обращаюсь к экзистенциальному семейному опыту отца и сына Лапа Данилевских. Эти сюжеты рассмотрены мною уже в опубликованной монографии «Профессорская семья. Отец и сын Лапа Данилевских» и в ряде статей, приуроченных к юбилею Александра Сергеевича. Второй слайд, пожалуйста. Полина, можно второй слайд? Нет, нет, нет. Второй слайд, да? Где у нас литература? У меня исчезли эти слайды. Да, вот источники и историография. Нужно сказать, что литература, посвященная Ивану Александровичу, она значительно меньше, значительно меньше, чем тот массив литературы, который посвящен, естественно, Александру Сергеевичу Лапу Данилевскому. То есть существует огромная диспропорция. И в связи с этим особо хочется отметить как бы пионерскую исследовательскую статью Марии Юрьевны Сорокиной с таким замечательным названием «Русский Моцарт», которое появилось в 2002 году. Ну, конечно же, это работы Константина Юрьевича Лапа Данилевского, нучатого племянника Александра Сергеевича Лапа Данилевского. Непосредственно ему посвящена статья о дате рождения математика Ивана Александровича Лапа Данилевского, где Константин Юрьевич вносит, так сказать, определенные поправки, с которыми невозможно не согласиться. И, наконец, пожалуй, самая такая значимая публикация последнего времени – это публикация Киры Геннадьевны Грабарской и Галины, не помню отчества, Алексеевны, по-моему, Лапиной, профессорская дочь и жена профессора Ольги Алексеевны Лапа Данилевского. Данилевская. Штрихи к портрету по материалам переписки с отцом. До самого последнего времени о биографии Ольги Алексеевны, о судьбе Ольги Алексеевны было известно крайне мало, крайне мало. Но вначале несколько слов об источниках. Пожалуйста, следующий слайд. Несколько слов об источниках. Ну, в общем-то, по большому счету об одном, но очень значимом для меня источнике, который натолкнул на замысел книги. Источник, казалось бы, не связан с традиционной историографией. Работая над докторской диссертацией, посвященной образам исторической науки на рубеже XIX-XX веков, и занимаясь историко-научным творчеством Александра Сергеевича Лапа Данилевского, я в отделе рукописей Салтыковки наткнулась на материалы для биографии Ивана Александровича Лапа Данилевского, подготовленной его матерью, Еленой Дмитриевной Лапа Данилевской. Вот на этом слайде юная, молодая Елена Дмитриевна, будущая супруга Александра Сергеевича Лапа Данилевского. К сожалению, поздних фотографий, да и не только мне, но и Константину Юрьевичу найти не удалось. И вот выяснив, что это речь идет о математике, я не знала вообще, сказать, об этой фигуре, что он автор теории элифициальных уравнений, к тому же он сын выдающегося историка, я решила посмотреть эту рукопись. Открыла тетрадь в линейку в калинкоровом переплете. На самом деле их было две тетради, общим объемом 146 листов, и начала читать. Ну, у меня уже приличное количество лет. Много лет я работала в архиве, и вот впервые за долгие годы работы в архиве читала и не могла сдержать слез. Я не стыжусь вот этой эмоцией до сих пор. Передо мной оказался эмоционально захватывающий и к тому же структурно сложный, невероятно сложный источник. Это своего рода источник в источнике. Первая часть представляет биографический очерк Ивана Александровича Лапа Данилевского, который составила, конечно, его мать. И во второй части размещены выписки из писем самого Ивана Александровича и его близких, составляющих семейный круг, матери Елены Дмитриевны, дяди Дмитрия Дмитриевича Бекарюкова, известного врача, общественного деятеля, создателя детской медицины уже в наше советское время. Жены Ольги Алексеевны, ее отца, профессора Алексея Алексеевича Петровского, ее матери, Ольги Васильевны Терениной и ряда других персонажей. Последним трагическим аккордом в данном документе является копия письма на французском языке и перевод его на русский язык Елены Дмитриевны. Это письмо известного математика Жака Адамара, супруги Ивана Александровича, в котором он выражает ей соболезнования в связи с кончиной мужа и оценивает вклад его в историю математики. Перед нами, безусловно, субъективный подбор писем. Елена Дмитриевна, на мой взгляд, выступает здесь не просто как копист, она выступает как стихийный историк науки и видит свою задачу в том, чтобы показать путь ученого к научному открытию в интерьере повседневной жизни, видать эмоции, сопровождающие по ее словам этот трепетный труд. Она говорит, это труд озарения, колебания, торжество новой упорной проверки. Но она, создавая, переписывая эти письма, создавая этот труд, она знает цену напряженного интеллектуального взлета и всемирного признания. Смерть сына на 35-м году жизни. И название подборки писем отнюдь не случайно. Она называет эту подборку писем повесть о том, как он сгорел. Но сопричастность к судьбе мужа и сына, к этому времени ушел из жизни, еще давно, в начале 19-го года, в феврале, Александр Сергеевич. В общем-то, это сопричастность, понимание масштабности и важности, совершенного ими в науке, побуждает ее заботиться о сохранении наследия ученых. Александре Сергеевичу, это особый сюжет, я не буду говорить. Елена Дмитриевна выступает первым биографом сына, именно она. Она вступает в переписку с ближним семейным кругом, получает от них письма периода творческого взлета Ивана Александровича, копирует их и отправляет обратно, что подтверждается недавней публикацией вот как раз Киры Геннадьевны Грабарской и Галины Александровны Савиновой. Причем эта колоссальная работа не в стол для себя, а на будущее. Известно о трех рукописных экземплярах, материалов, подготовленных ею. Один экземпляр был передан в октябре 1938 года в архив Академии наук. Другой хранился у близких друзей, молодых Лапа Данилевских, в семье Нечаевых и был передан в библиотеку Салтыкова-Щедрина в 1947 году, уже после смерти Елены Дмитриевны. О третьем экземпляре материалов упоминает внучатый племянник Александра Сергеевича, как я уже говорила, известный биограф семьи Константин Юрьевич Лапа Данилевский. Сравнение двух первых вариантов рукописного текста свидетельствует об их идентичности. Единственное отличие. Экземпляр, переданный в архив Академии наук СССР, вклеена фотография Ивана Александровича. Естественно, возникает вопрос, я думаю, и у членов нашего семинара, насколько выборка писем, представленная Еленой Дмитриевной, соответствует содержанию оригинала. Конечно же, полноценного ответа на этот вопрос мы уже не найдем. Елена Дмитриевна скончалась в 1942 году. Письма, к тому времени не переданные в архив, исчезли в благатном Ленинграде. И вообще, было бы неэтично подозревать Елену Дмитриевну в какой-то либо фальсификации. И тут, во-первых, та задача, которая стояла перед ней, показать творческое начало и как, собственно, делаются открытия приметельно к судьбе своего собственного сына. Второй момент, ну, может быть, он не такой явный, но его, на мой взгляд, стоит учитывать. Переписывание писем, знакомство с ними по кругу можно считать маркером интеллектуальной жизни конца 19-го, начала 20-го века. Вспомните, какая обширная переписка, сказать, и как происходит обмен этими письмами. То есть, особенно в приютинском братстве, к которому была близка, кстати, и Елена Дмитриевна через Вернадского, через жену Грефса и сестер Зарудных. Понимаете, какое, сказать, интересное. Вот эта вот культура письма, причем исповедального, честного письма, она была достаточно высока, высока в период Серебряного века. И вот один из философов написал такую строку, которая мне запомнилась. Складывается впечатление, что само время укладывается в страсть фиксации письма. Сказать, вот любопытное время. И тут мы видим, как Иван Грефс пишет, блистательный некролог, посвященный, так сказать, Александру Сергеевичу. И он берет письма у Елены Дмитриевны, и они цитируют одни и те же письма, потом, так сказать, в переписке и так далее. Это тоже интересный момент. Ну и, наконец, текст писем Ольги Алексеевны из Германии отцу, Петровскому профессору. Он идентичен приведенным фрагментам из писем Ольги Алексеевны, которые представлены в материалах биографии. Вот тоже вот как бы дополнительный штрих, штрих к тому, что, так сказать, речь идет о подлинности. О сокращении при переписывании сообщает сама Елена Дмитриевна, вводной части рукотворного источника. Она пишет, что она опускала подробности, не относящиеся к процессу творчества сына. То есть, в общем-то, понятно, что речь идет о выборке. Конечно же, важно знать, какие это были подробности. Ну, увы, нам это уже не дано узнать. Я долго искала подход к этому материалу. Он меня не отпускал. Останавливала прежде всего то, что я не математик. Естественно, срабатывал комплекс неполноценности. Но в конечном итоге в презентации математических работ Ивана Александровича я ограничилась с обращением к экспертным оценкам авторитетных ученых-математиков, которые осмысливали его вклад в мировую науку. Ну, если помните, в нашем семинаре уже поднимался вопрос о поиске гуманитарного ракурса в историко-научных исследованиях. Вот сказать, что может увидеть гуманитарий. Я его искала. Я не хотела идти по уже протоконному пути, описывать тяжелую научную повседневность 1920-30-е годы. Эти сюжеты активно начали изучаться в 2000-х годах. Ну, хотя понятно, что избежать этого контекста невозможно. Так или иначе он будет присутствовать. И вот в таких сомнениях, вот как познакомить с трагической биографией математика, буквально сгоревшего, да, вот, так сказать, делая свое открытие, родилась тема профессорской семьи, как поле коммуникации в науке и канале передачи уникального духовного опыта, как определенного микросоциума, который аккумулирует научный и культурный капитал. Конечно, я не идеализирую профессорскую семью, и можно выделить разные типы, но в данном случае это не тема моего доклада. Профессорская культура в семейном преломлении на примере Лапа-Данилевских предстает в двух вариантах. Гуманистическое просвещенческое, с ярко выраженным компонентом дворянской культуры. Это, собственно, мир родителей Александра Сергеевича и Ирены Дмитриевны. И семья старшего Лапа-Данилевского, она сложилась в 1891 году в других социокультурных условиях. И второй пример, второй вариант – это семья, которая складывается в уже советскую эпоху. То есть это такое модернное, ярко выраженное, рациональное начало. И здесь прослеживаются тоже ярко выраженные интенции противоставления социальному хаосу. В семье старшего Лапа-Данилевского родилось трое сыновей. Старший Иван, как мы знаем, стал всемирно известным математиком. Младший Александр был художником, учеником Петрова-Водкина. Скончался 20 лет от роду отцепного типа в 1920 году. И семейно-ролевые функции Александра Сергеевича Лапа-Данилевского могут быть определены как глава семьи, любящий учителя и воспитатель, в определенной степени коллега, который вводит сыновей в курс научно-философских проблем. Очень рано. Помогают в выборе стиля жизни. Он приучает к музыке. Вагнер, его любимый композитор. И все мальчики музицируют. Он рано вводит детей в круг общения со знаковыми фигурами научного сообщества. Он занимается с сыном математикой практически каждый вечер два часа геометрии. К примеру, экспертами первых самостоятельных работ по математике гимназиста Ивана становятся известный математик Владимир Андреевич Стеклов, именем которого зовут Институт математики. И восходящая звезда Григорий Михайлович Фектенгольц, автор трехтомника «Курс диверенциального интегрального исчисления в трех томах». Во время знакомства он еще пока не профессор, но буквально через несколько лет станет профессором Петербургского университета. Однако путь в науку Ивана Александровича был тиранистом, хотя казалось, что судьбой предназначен совсем другой, прямой, как Невский проспект. Но случилось все не так. Случилось все не так. Можно следующий слайд показать? Алина, покажите следующий слайд. Да. Вот жизненный и научный путь Александра Сергеевича Лапы Данилевского. Итак, после многих раздумий Александр Сергеевич поступает в 1914 году в Санкт-Петербургский университет на математический факультет, физико-математический факультет. Он блестяще покончил гимназию, но это время сопровождается, или потрясено, отмечено, очень серьезной болезнью с трептококовой ангиной. Для того времени, это понятно, да, вот интересно, эта болезнь наложила очень серьезный печаток на дальнейшее здоровье Ивана Александровича. Итак, он поступает в Петербургский университет на физико-математический факультет и в том же году его бросает, что было связано и со здоровьем, но и с тяжелыми переживаниями по существу с мирным психологическим срывом, связанным с неудачей его первого научного труда. Дело в том, что он уже в гимназические годы прошел полный курс математики Петербургского университета. И, как я уже говорила, его первая, так сказать, работа с теоретической такой математической заявкой была представлена экспертом крупным математикам, которые ее высоко оценили и сказали, что да-да-да, нужно поступать на Мехмат, есть великое будущее. И Иван, перечитывая свою работу, увидел серьезную и математическую, и методологическую ошибку. Это вызвало у него глубочайший шок в силу того, что он не смог верно представить эту задачу решаемую, и в силу того, что якобы великие математики вот так формально подошли к оценке его работы. То есть сомнения в определенной научной этике. И, в принципе, это очень тяжело сказалось на его здоровье. По свидетельству матери, всякая умственная работа ему была запрещена. Да он и не рвался к ней. Наступил длительный, почти десятилетний период, в течение которого Иван Александрович, если и думал о математике и интересовался ею, то, во всяком случае, был чрезвычайно далек от какого-то планомерного такого постижения этой науки. С 1 февраля по 17 октября 2016 года он числится на военной службе в качестве пажеского корпуса, его императорского величества. Это зафиксировано в свидетельстве о воинской повинности. Но вскоре его комиссовывают. По освидетельствованию, проведенному комиссией при клиническом военном госпитале, он был признан подлежащим увольнению навсегда от военной службы, как совершенно к ней не способный без зачисления в ополчении второго разряда. Лапа Данилевский неоднократно пытается восстановиться в университете. В конце концов, это происходит в 23-м году, но вследствие неявки на регистрацию по оплате, он вычеркнут из числа студентов. В 24-м году происходит та же самая ситуация. Обучение платное, денег нет. В 24-м, 25-м году, наконец, он вновь обращается с просьбой о восстановлении. Его восстанавливают, он сдает массу экзаменов, пишет в это время уже свой первый мемуар. Мемуар – это не воспоминания, а это типа нашего автореферата. То есть краткое содержание сути научной проблемы, которую решает тот или иной ученый. К сожалению, сдает экзамены и в 25-м году он оканчивает университет. Ему 29 лет. К сожалению, имеющиеся у нас документы не позволяют представить, какого рода деятельностью занимался Иван Александрович с 16-го года по 23-й год. Есть упоминания Надежды Николаевны Платоновой, жены Сергея Федоровича Платонова, которые относятся к 19-му году о работе Ивана Александровича в Покровской гимназии в качестве преподавателя не математики, а истории и заведующего хозяйственной части. Она также с возмущением пишет о его большевистских взглядах. Но документальных подтверждений этих фактов из жизни Ивана Александровича мы не находим. Зато не нуждается в подтверждении другие факты – социальные катаклизмы и трагедии, которые пришлось пережить молодому Ивану Александровичу в годы Первой мировой войны. Понятно, перипетии, связанные с революцией – это смерть отца, практически безвременная, смерть брата и, наконец, нищета и борьба за выживание, когда ему приходилось браться за любую работу. В вопросном листе при восстановлении в Петроградском университете он сообщает, что с 1 сентября 2020 года по 15 августа 2021 года работал заместителем заведующего губенским записей под отделом записей актов гражданского состояния отдела управления Петро Губкисполкома. С 15 августа 2021 года он инвалид второй группы, у него тяжелейший порог сердца. И в этом документе не записано, но в переписке упоминается несколько раз о том, что, так сказать, на болезни легких постоянно пишется о туберкулезе. Ну и, наконец, нервное заболевание. Итак, он инвалид второй группы. По поводу партийности имеется запись беспартийной. А в графе «Общественный стаж» он сообщает, что с 1 ноября 2022 года является председателем правления жилищного товарищества. Является дома у прамов, дома номер 5 по 6 линии Васильевского острова, то есть где он проживал с матерью и затем супругой. Именно в это время он вступает в брак с Ольгой Алексеевной, профессорской, как я уже сказала, дочерью. Она окончила известную Петербургу, в Петербурге гимназию деда. Был расслушательницей высших архитектурных курсов в Петербурге. По окончанию успешно сдала экзамены. Затем продолжила свое архитектурное образование в Кубанском техническом институте в Екатеринодаре. Она была замужем, в тяжелейших условиях родилась дочь. Вскоре она развелась со своим мужем. И, в конце концов, она вступает в брак с Иваном Александровичем, с которым, конечно, они были знакомы очень давно. Гражданская регистрация брака с Ольгой Алексеевной состоялась в декабре 1922 года. А 21 января 1923 года в Андреевском соборе в маленькой церкви Благовещенского предела прошла церемония венчания. За последующие 9 лет, вот на этом слайде как раз портрет Ольги, но опять-таки Ольги в девичестве. Это портрет 1914 года. Вот такая красавица, профессорская дочка. За 9 последующих лет он пройдет путь из Дома управ в члены-корреспонденты Академии наук. И снискает славу в мировом научном сообществе. А любопытно, что на похоронах Лапа Данилевского, вернее с похорон Лапа Данилевского, Сергей Федорович как бы приносит такую нелицеприятную характеристику, которую он услышал в адрес сыновей от какого-то, так сказать, родственника. И Платонова повторяет или переписывает эту характеристику. Оба сына присутствовали, оба сына совершенно никчемные. Так вот, так сказать, вот эти никчемные сыновья. Один, так сказать, блистательный, но рано оборвавшийся, трагически оборвавшийся жизнь художник, выставку которого недавно, так сказать, провели, вернее, два года назад провели в Петербурге. В Петербурге собрали совершенно уникальную коллекцию. Вот, ну и Иван Александрович, который решил двойную проблему Риммана фон Каре. В 29-м году он близчаще защищает диссертацию. Один из оппонентов называет его Ньютоном новой математики. Сфера его интересов, аналитическая теория системы линейных дифференциальных уравнений. Ну и, как заметит Адамар, вот, сказать, речь идет не просто о решении сложнейшей задачи Риммана фон Торреса, двойной задачи, но главное, создана теория, да, теория дифференциальных уравнений. Трубилова Данилевского сразу нашли поддержку, как в отечественной, так и в мировой науке. Его работы были замечены такими выдающимися учеными, как Жаком Адамаром, Людвигом Шлезенгером, Шоном Бергофом. Он печатается в Москве, Ленинграде, Париже, Гисоне. В 1930-м году Иван Александрович получает Рокфеллерскую премию-стипендию на стажировку в Германию. Гисон куда уезжает вместе с семьей осенью 1939 года, уезжает в тяжелейшем физическом состоянии. Он с трудом, так сказать, поднимается с постели, с трудом, так сказать, его доводят до вагона. И вот начинается его гисинский период жизни. В гисинский период предлагаются, принимаются планы долговременного и масштабного сотрудничества. Следующий слайд, пожалуйста, Толина. Да, и еще пропускаем пока этот слайд, мы к нему вернемся. Еще следующий. Вот, да, вот. Это здание гисинского университета, старейший университет в Европе, 1607 год. Ну, это фотография, так сказать, Ольги Алексеевны и дочери Ирон, которую удочерил Иван Александрович. Это их первая новогодняя елка в гисине. В гисинский период предлагается и принимаются планы долговременного и масштабного сотрудничества с немецкими коллегами. Со Шлезингером они задумывают написать большое справочное издание по дифференциальным уравнениям, где бы полностью в каноническом и объединенном виде были бы представлены и изложены соответствующие теории. Готовятся мемуары, ну, так сказать, как бы очередные публикации, связанные с этапами работы в этом направлении в Крэллс-джурнал. Намечаются циклы лекций для студентов в университете Гисина. А Адамар оговаривает график выступления его с докладами в Коллеже Франции. Научная деятельность этого короткого периода впечатляет и результатами, и интенсивностью. Письмо матери от 6 января 31 года передает ритм напряженной работы Ивана Александровича. Он пишет «С количеством моей работы действительно катастрофично. Вот мой календарь. Январь. Сдача первого мемуара в Крэлл. Февраль. Второй доклад в университете. Март. Доклады в Париже. Апрель. Сдача второго мемуара в Крэлл. Май-июль. Лекции в университете здесь. С августа. Писание фундаментальной работы со Штезингером. Что тут можно поделать? Как-нибудь выберусь». Увы, выбраться не удалось. Больное сердце и поспевало за переливающейся через край творчеством Евгения. Это строчка матери. 15 марта 1931 года Иван Александрович скончался. Предисловик моей монографии математик профессор Александр Константинович Гудс написал фразу, в которой схвачена суть семейной саги. Лапа Данилевского-младшего. Как без Марины Марич не было бы успеха Эйнштейна, так и не сложился бы математический успех Лапа Данилевского, если бы не творческая поддержка со стороны Ольги Алексеевны, той же. А я добавлю, что у Ивана Александровича было два ангела-хранителя. Мать Елена Дмитриевна и жена Ольга Алексеевна. Определяя семейно-ролевые функции Ивана Александровича, отмечу главное. Все поглощающие, блистательное научное творчество. Именно творческие порывы, рациональные и вместе с тем экстатические. Прорывы на грани человеческих возможностей, результаты которых были так высоко оценены, они по существу делают Ивана Александровича гордостью семьи. И это, пожалуй, его особая семейная роль. Вот особая семейная роль, гордость семьи. Они ради этого, так сказать, живут по существу. И с этой ролью связано другая творческое перенапряжение. Упоение творчеством в сочетании со слабым здоровьем. Это источник постоянных тревог и мрачных предчувствий для близких ему людей. Сочувственное, сопереживательное свидетельство отражается в семейной переписке. И тут я не думаю, может быть, я упрощаю свое изложение. Мне кажется, важным передать вот то настроение семьи и тот ритм семьи, который складывается вот вокруг этого гения. И поэтому тут будет много цитат. «Перехожу к Ване», – пишет Ольга Александровна Лапа Данилевского своему постоянному корреспонденту Бекарюкову. «Он живет последнее время в состоянии опьянения своей работы и почти не спит. Сегодня утром друг заиграл победный марш. Он его сочинил сам, который играет на все счастливые минуты своей жизни. Оказывается, пришел каким-то необычным результатом, которым никто из-за математиков до сих пор прийти не мог. Сейчас уговорила его прилечь, так как ночью напролет просидел у песненного стола». В письмах матери и жены Бекарюкову присутствует постоянный сюжет. Это текущее состояние здоровья и расположение духа Ивана Александровича. Елена Дмитриевна жалуется брату «У Вани вчера определилось пропозное воспаление левого легкого. Доктора смущает сердце, в котором он находит чрезвычайно сложный порог, при наличии которого ни за что нельзя поручиться». Пишет дальше «У сына постоянная бессонница, прописаны какие-то снотворные, которых я боюсь». Обращаясь к тому же адресату, Ваня был в очень мрачном расположении духа. Так, в соответствии с рекомендацией у него патолога, ему пришлось уменьшить потребление папирос. Он выкурил вчера всего 11 папирос вместо 45 обычных. То есть вот работа и преодоление, создадочение связано с таким интенсивным курением. Он не дает себе отдыха, потерял сон и аппетит. Разговаривать с ним я уже давно разучилась. О себе он пишет совсем не в стиле Александра Сергеевича, не в стиле вот той культуры, а в стиле вот уже как бы такого советского и новоязвий, советских выражений. Он себе пишет «Работаю в засос, по-другому не могу». Такая грубая лексика, и это вот уже стиль другой культуры, да, другой культуры. Хотя, тем не менее, общие моменты, на которых я играю с нами позже, они, безусловно, присутствуют. Ольга, жена, тревожится. Если Ваня будет жить по-прежнему в таком ритве, его хватит на год-полтора. И отчаянно пытается понять, что же делать. С одной стороны, на ней большая доля ответственности за жизнь и здоровье мужа. А с другой, какое насилие можно примирить к этому взрослому человеку? Авторитетов для него вообще не существует. Близким людям, Ивана Александровича, приходится нести тяжелый крест жизни, вот с трагически уязвимым гением. Наша жизнь, пишет Елена Дмитриевна, идет каким-то нервным темпом, который обыкновенно придает ей Иване своей напряженной работой, выводящей и его, и нас из должного равновесия. Вся обыденная жизнь проходит мимо него, и он совершенно игнорирует все житейские материальные осложнения, которые систематически так и сыпятся на нас. За Ваню, за него всегда страшно, пишет его супруга. Ну и, в принципе, сам Иван Александрович понимает, что он трудный человек. Он с иронией пишет о своем состоянии, о своем настроении Ольге. Вчера встал в 7 утра, злой при злой, ворчал на домашних, почему не напомнили принять спермен, почему не булки с хвостиками осидный, одним словом испортил всем утро. В 11 с половиной часов утра опять лег спать и в конце концов сообразил, что концепцию поверхности Елена Дмитриевна можно трактовать чисто аналитически, как переменную подставку. Тогда я расхотел спать, помирился с домашними, записал ближайшие, вытекающие из такой трактовки следствия и постоянная нехватка денег. Вот эти конспекты, которые она переписывает, они тоже потрясающие, вернее, письма. То есть формулы, которые он попутно в своих письмах сообщает Ольге, решает и так далее. Вот формулы и планы исследования перемежаются расчетами доходов тут же, в том числе и ожидаемых. Вот, к примеру, в связи с устройством на работу в морской технику, он так радуется, что будет и в одном из писем. Дядя он сообщает, что с учетом его пенсии, пенсии матери, заработка в качестве управдома мы имеем 100 плюс 80 плюс 40, 200 рублей. Да, всего 200 рублей. В жизни бывали такие случаи, когда в семье оставалось 10 пирожков, немного сахара и чая, дров на одну печку, то есть на одну топку и 70 копеек денег. Ваня поехал выяснять потерявшуюся стипендию в Москву в Наркомпрос. А на обратном пути, так сказать, он, естественно, думает о математике, приезжает стипендию на шоу, заснул, и ему снятся формулы в плане вот этих вагонов и светофоров, да, выстраиваются. И в результате он вскакивает и записывает это уравнение. То есть наставит озарение как результат вот постоянной, непрекращающейся работы над той или иной темой. Этот дом его, что называется, доканал. Это судебное разбирательство. Это неуплата денег жильцами и прочее, прочее. Это ремонт, это, так сказать, надоевшие ему там какие-то жители. И вот ему снится сон, что один из них, некто Бандюэль, приходит к нему и приносит заявление на очередной ремонт. И босс видит решение той проблемы, над которой, так сказать, он думал. Он вскакивает и записывает эти формулы, да. То есть вот в данном случае эти источники дают нам еще и такой любопытный материал, скажем, о соотношении интуиции, да, творческой интуиции, озарения и вот той систематической работы, которая не прекращается. Как происходит открытие? Это, так сказать, это тоже любопытная вещь, кстати, над которой размышляет и руководитель французской математической школы, знаменитого семинара Адамар, который посвящает, вот, так сказать, этой проблеме специальную работу. Ну, нужно сказать, что среди всех житейских треволнений поддерживающим в семье таким вот началом выступает преклонение перед наукой, да. И в результате вся жизнь семьи, вся семейная повседневность выстраивается вокруг вот служения науки и служения этому гению. Из письма Ольги Алексеевны. Замечательно. Утро начинается у нас так. В семь часов утра Ирон открывает дверь и объявляет «Папа, пора вставать». Тут для всех начинается работа в кухне. Ирон приносит воду для бритья и вообще все, что потребуется готовиться. Готовится каша, яйца и чай. Я делаю бутерброды, которые Ваню надлежит взять с собой и выслушиваю его поручение на данный день. Елена Дмитриевна накладывает кашу на тарелку, чтобы не было горячей. Горячее Ване запрещено. И собирает на рояле все многочисленные предметы, которые Ваня рассылает по карману. В первую очередь флакончик с эстрафантом. На ней ответственность за его портфель. Из передней, где Ваня надевает пальто, он еще раз возвращается к зеркалу, чтобы проверить, все ли в строгом порядке, с риском опоздать на лекцию. И, наконец, начинает медленно спускаться по лестнице. Зачем мы так следим? Потому что ему нельзя ходить быстро. Да он и не может. Потому что в этот период Иван Александрович интенсивно занимается преподавательской деятельностью. После защиты диссертации он получил возможность, наконец, преподавать. Объем работы катастрофичный. Он читает лекции в Ленинградском морском техникуме, в Институте инженеров путей сообщения. Одновременно, то есть в горном и политехнических институтах, наконец, в Ленинградском университете. Ольга Алексеевна сознает, что ее жизненное подвижничество уязвимо в житейском плане. На меня некоторые математики, которые мало нас знают, смотрят как на чудище, которое заставляет своего гениального мужа убиваться для зарабатывания денег. Мало кто может представить нашу внутреннюю жизнь. И Ванина упрямство в некоторых вещах о душевном комфорте невозможно и мечтать. Ей приходится ежедневно видеть, как Ваня убивает себя. И ее функции невероятно разнообразны. И они связаны с делами мужа. Она помогает Ивану Александровичу выполнять подготовительную иллюстративную работу для его докладов и публикаций. Сам он пишет, что плакаты с форумами для меня всегда молюет Оля. Для него совершенно ясно. Кроме этого, она исполняет функции курьера. Осуществляет связь с редакциями, публикующими работу мужа. Диспетчера, который организует занятия со студентами и аспирантами на дому. Бедность потрясающая. Многое продано. Так вот, нужно отыскать стулья для сидения аспирантов и студентов. Нужно купить булки для чаепития. Денег на них не хватает. Нужно найти эти деньги. Нужно, наконец, найти большое количество чашек и ложек, чтобы прилично подать чай. И с собой разубериться, заботиться о его здоровье. Важно отметить и другое. Степень приобщенности к делам мужа такова, что Иван Александрович разговаривает с супругой на языке профессии. Жена выступает в роли коллеги математика. Много утомительных вычислений приходится делать, часть из которых делает Оля. Сообщает он в одном из песен. В жене, в одном из писем жене, он афористично заявляет. Мои результаты, сущности, наши общие результаты. И в то же время встречаемся с совершенно такой эгоистической установкой. «Твое главное дело – это я». Вот, так сказать, пишет он своей супруге. И в то же время подчеркивает значимость ее размышления и совета. «Я уверен, что, получив, например, мой мемуар и так далее, ты бы посмотрела на него участи, как на свой собственный. Твое мнение, что скверные случаи, когда корни характеристических уравнений не целые числа, в принципе не меняет дело. Оно поддержало меня всю весну и, как видишь, оказалось совершенно справедливым». Ну, как свидетельствуют источники, Ольга Алексеевна не раз приходила слушать его доклады в математическом обществе Ленинграда. Была свидетельницей произведенного им радиозного впечатления в сообществе математику. Вместе с Еленой Дмитриевной она, конечно же, присутствовала в защите его кандидатской диссертации. А позже, уже после смерти Ивана Александровича, она также занимается, она творит память, да, она длит память об Иване Александровиче. Она передает многие документы в Академию наук. Там была создана специальная комиссия по научному наследию историка во главе со Смирновым. Вот, передает эти документы. Потом, так сказать, получает образование в этом же университете, в Гессенском университете. Она осталась в Германии, так сказать, во время войны тоже, так сказать, осталась в Германии. И, понятно, все эти тяготы легли. В 1942 году она защищает кандидатскую диссертацию по архитектуре. Вот, занимается специально математикой, слушает курсы математики в университете для того, чтобы грамотно разобрать бумаги. И, если мне память не изменяет, по-моему, в 1952 году в Нью-Йорке на французском языке выходит том, так сказать, собрание, том работ Ивана Александровича Лапа Данилевского. То есть, в общем, так сказать, вот дление памяти, сохранение памяти – это тоже вот одна из таких функций профессорской семьи. Но при всей высокой фанатичности, фанатичности, одержимости собственным научным творчеством, все-таки нельзя считать, что он, так сказать, сконченный эгоцентрик. Дело в том, что он пытается, так сказать, как бы построить свою семью, в том числе и на тех принципах, которые характерны были для профессорской культуры. Это, так сказать, общее чтение, это определенные ценностные ориентации, связанные с философией, литературой и музыкой. И, в принципе, вот творчество Багнера – это настоящий культ великого композитора в этой семье. Это духовное наслаждение и для Ольги, и для Ивана Александровича. В день рождения Ивана Александровича жена дарит ему партитуру двух вагнеровских опер – «Золото-рейна» и «Валькирия». «Может себе представить его восторг?» – пишет она маме. «Он целый день провел за роялем», – пишет она своей матери. Для семьи младшего Лапа Данилевского Вагнер – объект почти религиозного поклонения, ровно как и все сопричастное к типу творчества. В столовой, в углу, под нотной этажеркой, на которой лежат вагнерские оперы и партитуры, мы с Ваней водрузили портрет Вагнера, свидетельствует Ольга Данилевская. Романтический семейный культ Вагнера она оценивает с некоторым оттенком иронии. Пишет, недостает только какой-нибудь курильницы для воскурения фимиама. У нас теперь живет моя подруга, голос которой Ваня влюблен и в который видит будущую изольду и кундуль. Вот в вагнеризме семейства Лапа Данилевских соседствует таким образом ирония и романтика. Но последняя явно преобладает. Наконец, обращение к Вагнеру открывает возможность для семейного и дружеского сотворения. Мы задумали основать вангельский кружок в изучении Вагнера с исторической, философской, литературной и музыкальной стороны. И в качестве гармонизации семейной жизни Иван Александрович рассматривает возвращение к некоторым традиционным, и титуально закрепленным нормам профессорской культуры, например, к совместному чтению. Но совместному чтению силософских и исторических трудов, вот что любопытно, а не просто литературных. И, понятно, собираясь на дачу, где отдыхала жена с дочерью, он прихватывает литературу о Вагнере для совместного чтения. Планы совместных занятий, вынашиваемые Иваном Александровичем, несут, конечно, неизбежный оттенок его научной специализации и особенностей его духовной организации, то есть попытка отразиться в других. Свидетельством этого является математически окрашенная, но, с моей точки зрения, гуманитария, несколько странные планы обучения его трехлетней дочери. Трехлетней. С осени начну обучать Ирона теорию конечных множеств. Такую программу он ставит. Во всяком случае, прервью и основные понятия о типе и мощности, и обязательно об элементарной логике. Я не располагаю данными о том, насколько были реализованы эти планы. Судя по жизненному контексту, скорее всего, нет. Ну, вообще о том, каков Иван Александрович в роли отца, документы говорят немного. Но, тем не менее, он сочиняет песенку для дочери, заботится о ее здоровье, информирует своих друзей Нечаевых о совместных музыкальных занятиях Ольги Алексеевны и Ирона. Светует на то, что эти занятия немножко отвлекают от великого Вангера, потому что все там, они играют Бетховена какого-то. Вот, и пишет, что надеемся познаградить себя поездкой на обе волоктанках. То есть, в общем-то, наблюдается определенное сходство стилей семейной жизни отца и сына Лапы Данилевских. То есть, наука как вершинный запредельный взлет главы семьи, и музыка как общекультурное и гармонизирующее начало совместной жизни. А теперь давайте вернемся к слайду, где прописаны основные функции профессорской семьи. Подводя итог, я выделю основные функции профессорской семьи, которые были доминированы научной деятельностью, прежде всего, главы семьи. Вот я их обозначила таким образом. Естественно, я их не все раскрыла. В этом докладе это сказать невозможно. Но в общем плане я попыталась их охарактеризовать. Это организация малого научного пространства, включая обустройство рабочего кабинета. Поддержка и налаживание коммуникативных связей, как в форме журфиксов, так и в семейной переписке между учеными и друзьями. Второе. Это непосредственное участие в сотворении научного знания. Подготовительная работа для написания научных трудов. Составление библиографии. Работа в архиве по сбору материалов. Ну, допустим, для Александра Сергеевича Лапа-Данилевского Елена Дмитриевна просто, по его просьбе, собирала, копировала документы и просила у него, так сказать, дать инструкцию, критики вот этих источников. Тоже любопытный материал. Это копирование этих документов. Это переводы, которыми занимались все и Елена Дмитриевна, и переводами занималась и Ольга Алексеевна. Это для Ольги Алексеевны вычисление составления иллюстративного материала. Третья функция. Это тесно связанность предыдущей. Составление первичного оппонентского круга, в котором проговариваются или прописываются замыслы и идеи. Вот оппонентский круг по переписке Ивана и Ольги хорошо прописывается. То есть Ольга всказывает скепсис, он раздумывает над этим, в результате рождается определенная теория. Более того, он сообщает, она является читателем, слушателем его произведений. Это очень важный внутренний оппонентский круг. То же самое мы видим у Александра Сергеевича Лапа Данилевского. Это вообще любопытная вещь. Он много путешествует. У него огромная коллекция писем, опять-таки переписанной Еленой Дмитриевной, сохранилась. Описание посещений музеев Европы, Америки, Великобритании. И он формулирует свои представления на основе этих писем об историческом процессе и делится этим не с кем иным, а первый читатель является супруга. Это тоже интересно. Вот такой первоначальный оппонентский круг. Пятое, четвертое. Это воспитательно-обучающая функция, направленная на приобщение к этоству науки детей, раннее их ведение в мир большой науки, в круг общения со знаками и фигурами российских интеллектуалов. Хотя я прекрасно понимаю, что на примере этих семей, да, мы это видим, но в принципе мы можем натолкнуться на совершенно противоположное, так сказать, описание и передача этого наследия. Ну, наиболее такая известная, систематильная, так сказать, скептическая оценка у Белого. Паша вышел в папашу и прочее, прочее. Ну и, наконец, пятая функция – это сохранение памяти об ушедших из жизни ученых, творение мест памяти. И здесь, в данном случае, эта функция прослеживается, но, как мы прекрасно понимаем, в жизни всякое бывает, и очень часто как раз происходят вещи, связанные со спорами о передаче в архивах материалы и так далее, и так далее. Так, я потерялась во времени, я исчерпала свое время, потому что у меня есть еще один тезис. Давайте еще один тезис. А? Давайте, давайте. Да, да. Вот. И в завершение хочу еще остановиться на одном докладе. Я вернусь к моему источнику, вернусь к моему главному источнику. И хочу сказать, что обозначенная мною тема, вот тема «Судьба в интерьере семейной переписки», она, конечно, задает и задавала достаточно жесткие параметры интерпретации этого источника. В этом есть и слабые, и сильные стороны. Я сейчас о слабой стороне. То есть мною лишь контурно обозначен, затронут в переписке пласт горизонтальных интеллектуальных сетей, которые прослежены и которые не могут вообще, так сказать, не волновать историка математика. Здесь эти интеллектуальные связи математиков, которые разделяют концепцию единой интернациональной науки в межвоенный период. Хотя, в принципе, именно в этот период эта концепция начинает трещать по швам, как мы знаем. Но, тем не менее, в области математики и физики вот эти внутренние связи, они очень интересны. Так вот, переписка эта, она насыщена именами немецких, французских, русских, английских, математиков и физиков в период между двумя мировыми войнами. И, в общем-то, речь идет о интеллектуальных трансферах и поисках определенных форм организации этих сообществ. Появление вот таких, что ли, открытых семинаров, каким был семинар, знаменитый французский семинар Жака Адамара. Вот, и, в принципе, я считаю, что это проблемное поле может быть как раз освоено уже не мной, а историками математики. Да, показать вот эту, и этот срез, и, понимаете как, ведь не только современные математики фигурируют в этих письмах. Здесь есть математики 18 века, да, здесь есть философы. То есть вот тот историко-научный, что ли, пласт, контекст, который вообще, сказать, характерен для интереса к истории науки в это время, он характерен и для математики. Вот для меня, как историографа, это было открытие. Но я считала, что вот это мы, историки, всегда пытаемся построить такую историографию и прочее, и прочее. А оказывается, вот такую же историю науки или историю подхода, историю идей выстраивают и математики. И для меня это было, так сказать, вот, ну, понятно, таким открытием. И я думаю, что это интересная тема для будущего исследования. Спасибо за внимание. Я хочу поблагодарить слушателей и хочу выразить еще благодарность Кире Геннадьевне за то, что она мне предоставила несколько фотографий и один полностью слайд для демонстрации в данной аудитории. Ну, и последний слайд, если можно, покажите, это могила Ивана Александровича в Гиссине. Еще дальше. Еще, еще. Еще. Вот, да, вот это могила Ивана Александровича в современном Гиссине, фотография, сделанная Константином Юрьевичем не так давно. А тут я поместила текст телеграммы из Гиссина Ольги Алексеевны о смерти Ивана. Вот, на этом все. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Мне было очень интересно. Так, коллеги, включаемся. Есть ли вопросы? Валентина Павловна, а ведь могила отца не сохранилась, как я слышал. Да, вы представляете, да, вот могила отца не сохранилась. Вопросы о мест памяти, да. Хотя посещали ученики, по-моему, чуть ли не до послевоенное время даже еще. Знали, где она. Да, знали, то есть, Андреев, Андреев, да, вот это есть информация. Александр Игнатьевич, да. Да, Александр Игнатьевич, это Андреев. Ну, дорогой. Какие вопросы? Поднять надо руку или можно говорить? Давайте, давайте, конечно. Можно без руки. Да, спасибо. Валентина Павловна, спасибо огромное. Очень такой интересный, трогательный, я бы сказал, очень душевный рассказ. У меня только такие конкретные вопросы, чисто уточняющие. Вот у вас обозначены, когда были основные вехи жизненного пути, Ивана Александровича, написано было, что 95-й или 96-й год рождения. Вот чем объясняется такое расхождение? Ну, вы знаете, дело в том, что всегда писали 96-й. У него в документах, я смотрела же, личное дело, да, студента, где он сам, кстати, там заполняет анкеты и прочее. При поступлении на работу, позже документы везде, стоит 95-й год. Вот Константин Юрьевич выдвинул такую гипотезу, что, в общем-то сказать, это не совсем верно. Вот судя по косвенным данным, не прямым, а именно косвенным данным, это произошло раньше. То есть это произошло, он пишет 96-й, он пишет, что это произошло в 95-м году. И ссылается на то, что в письме супруга Елены Дмитриевны пишет Александру Сергеевичу, что вот она, так сказать, не может сейчас принять участие в путешествии. Ожидается вот такое, так сказать, важное событие. Вот, чтобы сказать, что это стопроцентно, так сказать, как бы убеждает, да, не совсем, да, но элемент какой-то такой вот сложности, безусловно, присутствует. И второй момент, чем он аргументирует, да, он аргументирует тем, что таким образом Иван Александрович пытается дезавюлировать свое участие вот в этом бажевском корпусе. А нету, не найдено метрическое свидетельство? Нет, 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 да, вот сказать, по-переписке вот тут так. Ну, это довольно странно, потому что определить довольно легко, где он должен был быть крещён, и там должно было быть это всё, конечно, зафиксировано. А вот пажевский корпус, мне тоже непонятно, что значит в пажевском корпусе. Он учился там, что ли, получается? Вот я не могу полностью, хотя я как-то пыталась прояснить этот вопрос, но, честно говоря, я запамятовала, что делали в этих пажевских корпусах. По-моему, там была какая-то, так сказать, подготовка, ну, типа, ниша. Ну, я боюсь, что я неправильно. Нет, ну, там просто обучение, там разные классы, он должен был тогда поступить в какие-то, может быть, старшие классы пажевского корпуса, значит, он должен был туда быть принят. В общем, тоже какая-то такая довольно, я бы сказал, непонятная вещь. Вот, то есть я видела этот документ, да, вот это поступление, эту справку, что ему давали, вот. Пыталась прояснить, что такое пажевский корпус, но, простите меня, просто забыла, честно говоря, я не помню. Понятно. И вот еще я хотел узнать относительно Бекарюковых, это что была за семья, можете вот рассказать? Да, так сказать, интересная была семья, это такой, два старинный дворянский род Бекарюковых, вот, у них достаточно зажиточный род, у них было семья, имение Васильевки, это Екатеринославская губерния, там, большой, очень большой дом, невероятно большой дом, во многих комнат, то есть прямо дворец, и есть какой-то проспект, даже я видела, вот этих усадеб дворянских, этих земель, там, так сказать, представлены там мраморные колонны большие и так далее. Вот этот род Бекарюковых, насколько я понимаю, насколько я помню, да, он с 18 века прослеживается, собственно, точно как вот эта вот ветвь, лапа Данилевских, Екатеринославская ветвь, она тоже, так сказать, идет с 18 века. Ну, то есть это один круг, как бы, да, такой дворянской губернии. Да-да-да, да, вот, и, а рядом с ними, так сказать, это Гревсы, да, не помню, как их имение называлось, Лутовиново, вот они жили в Лутовиново, кстати, Гревсы. Вот Васильевские, так сказать, это вот были, Бекарюковы, отец и мать, это, в общем, это два семейства, которые идут из рода, по материнской линии, из рода Бекарюковых. Понятно, да? То есть Гревсы и Елена Дмитриевна, да, Елена Дмитриевна. Вот, это двоюродные, это родные брат и сестра, вот как родные брат и сестра, достаточно богатые. Но описывая, так сказать, достаточно, так сказать, большие земли, которые они были, тем не менее, там пишут, что это было очень многодетное семейство, да, и уже к началу 20 века, там, так сказать, были такие серьезные проблемы, связанные с материальным положением этого семейства. То есть они говорили, что там детское перешивалось во много раз, передавалось одного семейства в другое семейство. Но что всегда было? Это было образование, это было изучение языков, да, это чтение литературы уже практически чуть ли не с 6-7 лет на оригинальном языке, да, на языке оригинала, и такое еще, так сказать, религиозное образование. То есть, в общем-то, и для семейства Грефсов, и для семейства, ну, вот этого рода, это, так сказать, была характерна такая, ну, высокая дворянская культура. Ну, и последний вопрос, а вот нет какого-то общего, общей книги, может быть, работы про Лапа Данилевских, вообще, в принципе, вот про этот род, про семью, всю, 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 всю. Я просто не в курсе. Книги нет, но есть две обширнейшие статьи, ну, практически, я бы сказала, монография, да, это монография Константина Юрьевича Лапа Данилевского. Вот вторая, очень подробная, очень подробная статья, дополненная всевозможными новыми материалными находками, это как раз Лапа Данилевский в памяти научного сообщества. Это последний том, который... Спасибо большое. Полина Александровна, Захарчик, руку подняла, да. Пожалуйста, Полина. Павловна, огромное спасибо вам за эмоциональный доклад. Очень впечатлилось фотографиями, которые вы выложили на презентацию, они очень яркие, мне кажется. Я хотела бы спросить, вы в своем докладе обмолвились, когда рассказывали о планах Ивана Александровича обучать свою дочь математике, что ей это особенно не отразилось на ее жизни. А можно подробнее немножко о биографии его дочери и оставила ли она какие-то воспоминания о своем отце? Спасибо. Нет, воспоминания она не оставила об отце. И материалы... Вообще, вот когда я писала эту книжку, очень мало было, ну буквально, несколько фактов о Ольге Алексеевне, особенно после того, как она осталась в Германии. По существу не ясно. И вообще масса была таких вещей, которые были просто в никуда. А потом получилось так, что ты долго ищешь, вдруг оно идет само к себе, оно само идет к тебе. В Гестинском университете на стажировке были мои молодые аспиранты, мои молодые коллеги. И они нашли там, во-первых, диссертацию Ольги Алексеевны. А в диссертации личное дело Ольги Алексеевны, которая, так сказать, и приложенная биография, собственноручно, даже не напечатанная, а собственноручно написанная Ольгой Алексеевной. Вот это, так сказать, как бы удалось хоть что-то выяснить, ну по крайней мере, до 42-го года. Да? До. То есть вот тот период сразу после смерти Ивана Александровича. А дальше, понятно, ничего. Константин Юрьевич встречался, по-моему, с ней. Или он встречался уже с дочерью, или он уже встречался с Ироном. Вот я не могу точно сказать. И какие-то, так сказать, факты незначительные, вот она просто рассказала ему. Но они не вылились в какую-то биографию и так далее. То есть она работала после войны. Чем она занималась во время войны? История умалчивает. Мы ничего не знаем. А после войны она в ботаническом саду работала художником. То есть рисовальщицей. Но, да, сказать, у нее был второй брак. Вот она ухаживала за могилой. Ивана Александровича самое большое дело, которое она сделала, вот она подготовила этот труд, который вот вышел в Нью-Йорке. Она собрала его, и сдала этот труд. Музыкой занималась как любитель. Допала уроки музыки. И дочь Ирон тоже занималась музыкой, музицировала. А, по-моему, ее дочь музыкальный критик. Сейчас. В настоящее время. Спасибо. Спасибо. Так, уроку, по-моему, поднимает Кира Геннадьевна. Правильно я не ошибаюсь? Звук, пожалуйста, включите. Проблема с настройкой, по-моему, звука. Так. Не слышно пока. Вот сейчас. Нет, пока не слышно. Как помочь? По-моему, не настроился звук, только если перезаходить в Zoom. Либо напишите в чате, мы озвучим тогда вопрос. Так, коллеги, ну, пока решается эта проблема. Есть ли у кого еще вопросы? Я не вижу. Да, среди нашей аудитории сегодня есть специалисты по Лапад-Дмилевскому, по Вернадскому, общественные такие из отечественной истории, историографии. Валентина Павловна. Иван Иванович Почелов, да. Семен Семенович Пойнул Вернадского. У него, кстати, к Вернадским тоже возник в этом отношении тоже вопрос такого рода. Вернадский не считал себя религиозным человеком в обычном смысле этого слова. Но вместе с тем он писал о том, что все-таки без обращения к Богу очень трудно жить в этом мире. И меня очень огорчает и удивляет, почему русская интеллигенция так мало созумывается о религиозных вопросах и идее самого Бога. И он прямо об этом писал довольно откровенно. Но понимаете, вот он не находил ответы на те вопросы, которые рационально он стал перед собой. Может быть, Валентин Павлович вообще найти вопросы невозможно знать ответов. Может быть, это вообще не выходит за противо наших земных забот, так сказать, тревог, текущих событий и так далее и тому подобное. Вот если обратиться к ситуации, которая сейчас сложилась в мире, ну, вы понимаете, о чем я сейчас общаться так и говорю, то, что происходит в нашей стране и вокруг нее, но, может быть, все-таки есть какая-то сила, есть какая-то сила запредельная, которая, однако, мы не можем ухватить, уловить, но которая, однако, существует, однако, существует, и которая, в общем, не дает людям и человечеству, в целом, уйти в мир и ноль, раньше времени особо. Вот такого рода запредельный, так сказать, псевдор, можно сказать, религиозный вопрос возникали через папу Заменевскому, землю, и отца, и сына, это, то есть, единая была такая, очевидно, структура семейная, так как оно было отношение в семье или невознателье, и вообще кто-то был уже связанный с соседями, мессиническими проблемами. Что есть в этом? Это очень интересный вопрос, и очень сложный вопрос. Что касается Александра Сергеевича, Аллаха Данилевского, он был глубоко религиозным человеком, и причем речь шла не такой, сказать, как бы внешней, что ли, религиозности, он там как бы говорил, что скучно прослушать, стоять на обедне, но вот стеточка не вынужден в Симферополе, чтобы не огорчить их и так далее. А в рассуждениях своих о вселенной, об этом мире, для него это было его глубоко религиозное представление о строении этого мира. Вот, и тут просто вот есть прекрасные такие выражения в его тетрадях записанные о том, что мы, так сказать, перед Богом песчинка, да, которая теряется в этом мире и так далее. А вот сын его, да, он не отличался, сказать, он спорил, сказать, у него даже вот есть прямо строки, я не помню, кому это письмо адресовано, где он говорит, по спорю с Евангелием, да, то есть у него вот такое утилитарно-рационалистическое мировоззрение, хотя что-то мистическое, но не божественное, он допускает. Ну, для этого недостаточно материала, допустим, ведь нет, не сохранились дневники его, правильно, да, чтобы как-то можно было проследить, а то, что в письмах, в письмах ярко выраженное такое скептическое отношение. Ну, а что касается вашего глубинного философского вопроса, ну, вот это вопрос вопросов, тут я ничего не могу сказать, да, это наше представление об этом мире. Не случайно, ведь у многих физиков другое мироощущение строения вообще всего этого мира, и в этом плане они, по крайней мере, физики, с которыми мне приходилось, я имею в виду труды которых мне приходилось каким-то образом читать, первой половины 20 века. Вот это свидетели, которые отличались от тех ярко рационалистических, прогностических тенденций, которые характерны для, особенно для первой половины 20 века. Владимир Павлович, огромное спасибо за прекрасное сообщение, мне как-то не хочется употреблять такое достаточно официозное доклад. Это сообщение, такое дружеское беседа с благодарными слушателями, потому что невозможно быть равнодушным и благодарным по ходу вашего изображения, ваших разработок научных, относящихся к науке. И смотрите на это. Большое вам спасибо и здоровья вам, всего самого наилучшего и до новых встреч. Спасибо. Спасибо. Инар Иванович, но мы еще не прощаемся, я думаю, что мы еще поговорим. Можно дальше, Кира Геннадьевна не сумела в чате, простите, пожалуйста, вопрос. Видно, да, коллеги? Кира Геннадьевна пишет, хотела выразить огромное благодарность Валентине Павловне, да, Константин Юрьевич опубликовал работы по вопросу даты рождения Ивана Александровича и продолжения. Я хотел спросить, не сделали копию автобиографии Ольги Александровны из Висонского университета? Она Алексеевна, по-моему, да? Да, Алексеевна, да. Мне переписали рукописно, так сказать, моя коллега, так сказать, просто рукописно переписала эту биографию. Так, коллеги, кто хотел бы еще что-то спросить, сказать? Есть желающие, нет? Ну, пока зреет вопрос, можно спросить. Валентина Павловна, ну, я сейчас не готовился к сегодняшнему заседанию, честно скажу, но я помню, когда вот интересовался, прежде всего, конечно, Александру Сергеевичу, Лапни Левскому, разумеется. В чем смысл мой вопрос? Ведь Александр Сергеевич очень много занимался, и у него, как я помню, вроде бы сохранились огромные математические всевозможные студии, да, расчеты какие-то. Вот какая-то связь именно математической линии между отцом и сыном, но, может быть, либо вы интересовались, либо кто-то, я просто не следил за этой литературой, она прослеживается, не прослеживается влияние отца на сына, вот по этой линии, по чисто математической. Понятно, в содержательном плане я не могу ответить на этот вопрос, да, вот там, допустим, какие-то конкретные теории или, допустим, какая-то конкретная математическая разработка, да, вот она получила дальнейшее развитие, на это я не могу ответить. А такие косвенные материалы, они присутствуют, они присутствуют в как раз переписки, сказать, об этом все пишут, все исследователи, которые занимаются творчеством Ивана Александровича. Ну, во-первых, для него был характерен глубокий интерес к математике, да, глубокий интерес к математике. И для мужской части, вообще, сказать, всего семейства Лапа-Данилевских, вот это характерно увлечение математикой и музыкой, вот эти две стихии, вот они были представлены, потому что, смотрите, Сергей Александрович, брат, да, родной, он закончил физико-математический факультет, да, и он, безусловно, так сказать, как бы, к нему обращался, между прочим, Иван Александрович, Сергей Челапа-Данилевский, к нему обращался по вопросам, так сказать, истории математики, да, и не только истории математики. И, вот, так сказать, эта линия прослеживается. Но, окончив физико-математический факультет, так сказать, он стал кем? Музыкантом, да, он возглавлял хор много лет, он писал музыку, писал романсы, причем, так сказать, довольно приличные, они широко исполнялись, то есть, вот, вот эта музыкальная, что ли, такая составляющая, музыкальная культура, она, безусловно, присутствовала. Вот, теперь, непосредственно, с математикой и геометрией, непосредственно, занимался сыном Ивана Александра, Сергея, господи Александр Сергеевич, то есть, он ему давал уроки, да, то есть, по существу, он его готовил, сказать, то, что он прошел, вот этот курс университетского, сказать, они вместе с сыном прошли этот курс университетской математики, понимаете, да, вот, об этом пишет Елена Дмитриевна в своих воспоминаниях, вот, так что, вот этот факт общеизвестен. Более того, Александр Сергеевич колебался, правильно ли он сделал выбор, быть ли ему музыкантом, так сказать, композитором, или, сказать, вот он и стоит, у него это были значительные такие вот колебания, а Иван Александрович стал математиком, ну, в общем, сказать, прекрасно играя на рояле и тоже, сказать, сочиняя, сказать, ну, понятно, не так музыку, он написал, записал прекрасный афоризм, что в мире ничего нет прекраснее, сказать, музыки и точных вычислений, и точного алгоритма, то есть вот в этом плане, да, у них было очень мощное влияние друг на друга, в содержательном плане. Жалко, здесь, конечно, огромное поле чрезвычайно интересным историкам математики поработать бы, конечно, насколько именно отец повлиял или не повлиял в выборе тех проблем, которыми занимался уже. Да, 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 я вот как раз вот эту часть имею. Не просто математическое развитие, это понятно, это априори понятно. А вот выбор тем, понимаете, не было ли здесь какой-нибудь трансляции, продолжения. Точно так же, как я, простите, не встречала ни одной статьи, ни одной публикации, где бы вот эти тетради или выписки Александра Сергеевича были проанализированы. Указывается только автор, и кого он читал из математики. А нет, спасибо большое. Так, коллеги, есть ли еще желающие? Роман Алексеевич Фандо, по-моему, поднимал руку. Огромное спасибо докладчику за замечательный, интересный доклад. Слышно меня? Да, слышно. Да, слышно. Огромное спасибо. Я, кстати, хочу сказать, что, как ни странно, математики знают Ивана Александровича, но не знают нашего Лапа Данилевского, Александра Сергеевича. Вот у меня просто был разговор с академиком, с математиком, они были удивлены по поводу того, что я ходатайствовал о премии имени Лапа Данилевского по истории науки. Они говорят, мы знаем математика, но не знали, что у него такой отец был известный. Но у меня вопрос такой, чисто прагматический. Скажите, он наверняка ведь общался не только с Адамаром, но еще и с другими французскими математиками. С кем еще? Вы можете какой-то круг? С французскими математиками нет. Вот такое прямое общение, чтобы была переписка, я не могу сказать. С Адамаром, да. Вот Адамар пишет ему дважды. Адамар пишет сразу после появления первого мемуара и приглашает его уже, когда он был в Гестине, приглашает. А так больше нет. А вот с немецкими, да, математиками, так сказать, была прямая переписка. Так сказать, тут вот с Ашлисингером они переписывались. Но опять-таки, ведь это же письма переписанные, да, но тем не менее, вот ссылаются с немцами, да. А в источнике, вернее, в переписке фигурируют, конечно, по ходу его открытия фигурируют имена очень многих математиков. Я могу даже посмотреть... Ну, просто очень странно, что только с Адамаром. Вы знаете, у них очень была такая сильная математическая школа у французов, да, и в 20-е годы очень активно наши вот Лузин, Калмогор, куда-нибудь, да, они очень активно активно выезжали, причем они выезжали туда на стажировки, достаточно учительные стажировки именно во Францию. Да, да, то есть Меншов уезжал несколько раз, причем еще до революции, да, Лузин в 26-м году, если мне память не изменяет, да, он работал в этом семинаре, кстати, Крылов, который давал рекомендации. Матемия Крылов, у него масштабная переписка с французами, там количество этих математиков огромное, я вот удивлен, почему у Лапы Даниревского только один Адамар. Ну, может быть, что-то и было. Да, может быть, она была, эта переписка, просто она еще требует поиска, да, и требует потом соответствующей еще обработки, анализа. Ну, я думаю, что вряд ли поиск нам что-то даст, писем, это только со стороны, может быть, французов что-то мы найдем, а вот со стороны, скажем, России вряд ли, я имею в виду, касательно Ивана Александровича. Спасибо. Все, спасибо, еще раз огромная благодарность. с большим интересом смотрели, слушали, спасибо большое. Спасибо. Мне хотелось сделать, ну, не такой доклад, как вот показать, что вот там вот какие-то там темы, вот и прочее, и прочее. То есть мне хотелось показать вот эту семейную, что ли, семейную сагу, связанную с величайшим открытием вопрос, ничего не забыть и правильно сформулировать. Попадались ли вам относительно, вот вы говорили, Рокфеллеровской стипендии, попадались ли вам какие-то информации о научных связях Лапы Данилевского по линии вот этой Рокфеллеровской стипендии? Вроде бы, правильно передала вопрос. Ну, да, там просто речь шла, хочу припомнить какие-то документы, да, речь шла, его, его подавали, да, там, по-моему, Шлезингер, кстати, то есть вот как бы немцы подавали, вот, и потом приезжал представитель фонда Рокфеллера, приезжал в Питер, вот эти документы, я сейчас не могу вспомнить, что это за документы были, да, кто это об этом писал, по-моему, по-моему, Елена Дмитриевна писала Елена Дмитриевна об этом, Елена Дмитриевна писала об этом в биографии Ивана Александровича, вот, приезжали, они готовились к этой встрече, потому что нужно было не только работа, нужно было фотографию представить Ивана Александровича, да, вот, так что представитель Рокфеллера был, этого фонда был в Ленинграде, встречался, и, в общем-то, потом как раз Шлезингер и, кстати, Крылов участвовал в этом мероприятии, то есть, оно как-то, сказать, какая-то информация проходила через Академию наук, вот, и вот такие документы были, и если мне память не изменяет, есть у Кожевникова книжка, посвященная вот этим сюжетам, и там, по-моему, вот, особенности вот этой стипендии оговаривались, оговаривались, потом сама Ольга Алексеевна, сообщала о том, что вот эти вот правила стажировки, они тоже согласовывались с представителями Рокфеллера, сказать, которые были в том числе и в Германии, и вот эта поездка, которая должна состояться в Париж, она тоже оговаривалась через фунт Рокфеллера, то есть, в принципе, вот какие-то, сказать, моменты косвенные об этом событии, они в литературе присутствуют. Спасибо. Еще вопросы? Так, если можно, пока вопросы зреют, я задам еще один вопрос. Я обратила внимание, что у вас на презентации фотография жены была взята из фондов Политехнического музея, а как они туда пришли, то есть, почему она была как-то связана с Политехническим музеем? Да, дело в том, что я как раз поблагодарила, если вы помните, мой последний слайд связан как раз с благодарностью Кире Геннадьевне не только за статью их совместную, но и за элементы презентации. Насколько Кира Геннадьевна больше меня знает, но Петровский, профессор или по-моему профессор Петровский, он работал в Политехническом музее и понятно, сохранился его фонд там в Политехническом музее и там как раз есть и письма переписка. Я попыталась что-то узнать, дело в том, что он одно время работал в Казани, они были знакомы не только через Ольгу Алексеевну Лапа-Данилевски, они были знакомы еще по Петербургу, когда в Петербурге работал Петровский и Теренина, это их был первый брак, потом они разошлись и у профессора Петровского состоялся второй брак и он работал в Москве, одно время работал в Казани. мне хотелось поискать еще и там документы, отложились ли они, но пока моя Казанская поездка мне пока еще ничего не дала. А в Политехническом музее, как говорит Кира Геннадьевна, отложились эти документы, в том числе и письма Ольги Алексеевны. И более того, отношения с профессором Петровским сохранял Иван Александрович. На протяжении всей своей жизни эти отношения были достаточно теплыми и более того, речь шла, скажем так, он задумывался о прикладном использовании математики и казалось бы теоретик Иван Александрович он озадачивал такими вопросами как раз профессора Петровского. Так что вот у них были такие отношения и родственные и интеллектуальные. Понятно, спасибо. Кира Геннадьевна тоже в чате написала, пояснила, что фонд отца Петровской есть в Политехническом музее и нам особенно это приятно слышать, потому что наш институт всегда очень сотрудничает с Политехническим музеем и сегодня у нас в аудитории также присутствуют сотрудники Политехнического музея. Еще вопросы? Может быть кто-то хочет высказаться обсуждение? Вот тоже приветствуется. Да, Иван Владимирович Созинов включите пожалуйста звук. Иван Владимирович звук включите пожалуйста. Уважаемые коллеги, добрый вечер. Валентина Павловна, хотелось бы немного, чтобы мы все-таки углубились в два таких вопроса. Первый вопрос это политика. если я правильно понял в начале говорили, что наш сегодняшний герой в начале был большевиком. Ну, по крайней мере его так называли. Вот как эта политическая линия развивалась в его жизни дальше. Ну, и второй момент, который тоже как бы хочется, чтобы был пояснен, это семья, которая после смерти осталась в Германии и затем оказалась в Германии и в 30-е и в 40-е годы. И как я понял, дальше вот что для изучения сделано, да, и что, соответственно, предстоит еще сделать. Спасибо. Я не поняла, это вопрос, да, или просто пожелание? Да, вопрос. Нет, это вопрос, вопрос, вопрос. А, вопрос, да, да, вот. Ну, что касается семьи, понятно, все, что знала, я сказала. Вот, это такая труднейшая ситуация, да, и она и труднейшая, и сложнейшая ситуация. То есть, по крайней мере, пытался в этом как-то разобраться Константин Юрьевич, который там, так сказать, был на месте, разговаривал, спрашивал, жил и так далее, и так далее. Вот. Ну, очевидно, там есть какие-то такие моменты, о которых говорить сложно. О которых сложно. Ну, по крайней мере, девочка, конечно, была, об этом говорили в этой молодежной фашистской организации, да, Гитлер Юнге. Этот факт, так сказать, как бы так промелькнул. Ну, ясно, что вот это такая сложная ситуация, вряд ли, я думаю, в ближайшее время кто-то этим будет заниматься. Что касается политических взглядов Ивана Александровича, тоже нет этих никаких данных, да. то, что смотрели, пыталась я смотреть, искала я документы, пыталась посмотреть, если, так сказать, он работал в этих гимназиях, да, вот, что это были за гимназии, сохранились эти документы, проработала эти фонды, ничего нет, даже упоминание о том, что Иван Александрович работал там, вот, так сказать, это упоминание только самой Натальи, Надежды Николаевны Платоновой, да, то есть документов реальных по этим средним учебным заведениям, которые я пыталась проштудировать в питерских архивах, я не обнаружила, связанных с его ролью. Возможно, это было в письмах, я это допускаю, но мы же не знаем, что опустила Елена Дмитриевна, правильно, да, и мы этого никогда не узнаем, вот, потому что ясно, что есть и моменты умолчания, что касается политических взглядов, да, ну вот, допустим, она переписывается и долгое время переписывается с Ольгой Александровной, то есть приходят письма из Германии, да, она в анкете в 38-м году, когда она устраивается на работу в архив ленинградский, она пишет, что родственников и связей за границей никаких не имеют, да, ну, в принципе, по большому счету, может быть, и не родственники, но связи, да, и вот, как бы, с невесткой она имеет, переписки состояла, но что-то заставило ее, мы прекрасно понимаем, что заставило умолчать этот факт. Возможно, есть такое умолчание и в той переписке, которая касается политических взглядов или, может быть, каких-то общественно-политических взглядов Ивана Александровича. Вот у меня надежда на то, что что-то будет, так сказать, кардинально найдено, у меня надежды таких нет. Другое дело, допустим, фигура знаковая для этого периода, это фигура Александра Сергеевича Лапа-Данилевского, по крайней мере, по прессе его политические позиции и по академическим документам эти политические позиции более или менее просматриваются. Тут есть источник и можно составить представление о том, как он относился к советской власти и так далее. Всех остальных нет. Точно так же, как, допустим, почему оказался на юге России младший сын, младший сын Александра Данилевского. Вопрос тоже достаточно сложный. Речь идет просто, сказать, о картине жизни, которую нужно описать. Или это было движение, связанное, так сказать, понятно, к центру белого движения. То есть этот вопрос тоже ответ на него найти очень сложно, потому что в силу определенных политических моментов эти вещи были опасны для огласки. Ну и потом речь идет о разных, о фигурах разного масштаба, которые оставляют свой след в истории. Это тоже момент, мне кажется, стоит учитывать. Так что вот это, конечно, пожелание объективное, оно естественно, но мне кажется, оно очень трудно реализуемо. Спасибо огромное за ответ. У нас был вопрос от Киры Геннадьевны, но, к сожалению, по-моему, она пока отключилась от нас. Я не вижу, снята была рука. Еще, может быть, мы перейдем к общим выводам, опять же, если у вас есть какие-то размышления по поводу методологии подобных исследований с семьей, то мы будем рады любым репликам. Ну, надо сказать, что нам как бы не везет, даже Иван, который задал вопрос, выскочил, отключился Симон Семенович парализован. Валентин Павлович, но вы должны иметь в виду, я вот сидел и молчал, даже не в состоянии была задавать какие-то вопросы, тем более решиться на реплике. Это был удивительно волнующий доклад, и вот это эмоциональное воздействие, которое она оказывает, его трудно даже с чем-то сравнить. Поэтому доклад был просто блистательный. Конечно, потом можно будет... Ну, вот Иван включился, надеюсь, он услышит, что говорили. Конечно, есть вот эти моменты, они, может быть, горькие, они, может быть, что-то такое, так сказать, как я все часто говорю, что родители не должны отвечать за судьбы своих детей. К сожалению, это тоже так. А уж тем более внуков, наверное, бы это расстроило или наоборот, но это можно выяснять. А вот атмосфера семьи, она передана была вами просто блистательно и очень непосредственно, как будто подчеркнуто главное, как... Ну, это, понимаете, всегда такая прослойка, когда люди живут в одном поле интеллектуальном, и это, в общем, так непонятно, что не просто, так сказать, глава семьи должен зарабатывать деньги, он, глава семьи, совсем в другом смысле слова, вот, и я вот это очень хорошо понимаю, когда отец заболел, то мы все вокруг на цыпочках, все равно глава, авторитет, центр, стержень, это так понятно, и очень редко, когда рассказ о семье профессорской, вот, так ярко это рисует, да, по непосредственным источникам таким, при всем том, что там всегда можно думать, что есть какие-то, ну, перегибы, или восхищение перед любимым человеком, вот, то, конечно, это так, но, это так естественно, это очень редкий, тонкий слой, вот, профессорской семьи, по-моему, вы и функции все подчеркнули очень выразительно, трудно с этим, ну, я бы сказала, даже в каком-то смысле, мататься, вот, можно посмотреть на то, на это, вот, поэтому, удивительно, удачный доклад, в МСИНТОН, несмотря на все технические трудности, которые почему-то выпали вам сегодня, ну, я вот перемещалась, потому что у меня солнце в глаза светило, никак не могла укрыться, я была вынуждена перейти к другому компьютеру, вот, но волнение, которое, так сказать, и вообще-то, вот, насыщенность, эмоциональная насыщенность информации, которую мы передавали, она совершенно восхитительна, действительно, огромное спасибо, я думаю, что большинство могли бы за мной это все повторить, большое спасибо. Спасибо, Наталья Ивановна. Я хочу сказать, можно реплику позволю, это ваша книга «Наука и ценности»? Вот, для меня... Нет, я была, участвовал в одной из книг, сборнил, вот такой, вот, а не авторская книга. И для меня, вот, это был такой определенный шаг в моем мастере географическом мире, и мне очень приятно было услышать теперь от вас такие слова. Спасибо. Спасибо огромное, Наталья Ивановна. Так, еще, может быть, кто-то хотел что-то сказать, подвести итоги. Ну, тогда, если с позволения Симон Семенович, мы, наверное, будем завершать работу, время уже 18.00. Я хочу сказать, что, несмотря на все технические сегодня трудности, мы действительно заслушали прекрасно, да, оклад Валентины Павловны. Я думаю, что это великолепное исследование, и как раз сейчас модно, на самом деле, исследовать семейные связи в науке, да, то есть, социальные, социальные вопросы. И здесь мы увидели как раз пример такого исследования социальной науки, где были проанализированы как и научная часть, хотя Валентина Павловна боялась брать за нее, но мне кажется, у вас все равно прекрасно получилось отразить роль вашего героя в развитии математики, и мы действительно поняли, что это действительно величина, которая заслуживает еще исследований его вклад, и это прекрасно, мне кажется, вы с этой задачей прекрасно справились. Я благодарю всех, кто сегодня смог поучаствовать в семинаре, естественно, что несмотря на все, что у нас сегодня происходило, у нас была запись, эта запись будет выложена в группе, и если даже вы, наши участники на время пропадали, естественно, что вы сможете все это посмотреть в запись непрерывно. Большое спасибо всем за участие, желаю всем приятного завершения рабочего дня. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.